В США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Об этом написали Ассошиэт Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников. Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку этот пакет помощи не был объявлен публично. Официальное объявление может появиться в канун Дня Независимости Украины. Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений. А это значит, что оно берется со складов Пентагона и может быть доставлено быстрее. Просто к празднику решили передать пакет помощи в качестве поздравления. Политический сигнал, то есть связанный с тем, что они хотят поддержать нас в Дня Независимости, таким образом передать какой-то пакет помощи. Этот пакет помощи будет включать ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем «Хаймарс», «Джавелин» и ряд других противотанковых ракет. Также в него войдет оборудование для борьбы с беспилотниками и «РЭП». 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование. Дальнобойных ракет в пакете не предусмотрено. В этом пакете есть ракеты для «Хаймарс», «Джем РЛС», есть снаряды, есть мобильная техника, есть ракеты ПВО, то есть то, что нужно здесь и сейчас. То есть это пакет поддержки, поддержки боевых действий. То есть просто в этом пакете нет ракет-атак. Ну и все. Буду в следующем пакете. Несмотря на то, что Украина не делится некоторыми данными и Курская операция стала для властей Соединенных Штатов сюрпризом, и вопреки тому, что США очень боятся эскалации, они официально продолжают поддержку Украины. Мы поддерживаем Украину в том, что им нужно на поле боя прямо сейчас. Мы начинаем лучше понимать, что Украина делает в Курске. Наша политика позволяет проводить подобные операции. Мы понимаем, что Украина хочет построить буферную зону вдоль границы, но у нас все еще много вопросов о том, как это вписывается в их стратегические цели на поле боя. Лучше просить прощения, чем разрешение. Поставили перед фактом, Курская операция происходит, ничего страшного не случилось, поэтому у них и такая реакция. То есть они увидели, что красные линии стерты, и почему на основании этого прерывать помощь, заниматься злобными окриками и сказать прекратите, прекратите. Раз дело идет, ну, они взяли только убеждательную позицию и наблюдают, к чему все это приведет. В то же время президент Украины Владимир Зеленский лично побывал на границе с Курской областью и подтвердил, что операция будет продолжаться. Мы поднимаем шаги врага и усиливаемся. Пакет помощи в день независимости – однозначный сигнал, что западные партнеры поддерживают борьбу Украины с кровавым путинским режимом и готовы стоять до конца, до победы над оккупантами. Продолжение следует...